Желание заглянуть в будущее, разгадать причуды судьбы и объяснить хаотическое сплетение обстоятельств, свойственно человеческой душе. Астрология — это эмпирическая система знаний. Ещё в древности люди смотрели на звёздное небо, старались изучить движения планет и звёзд, пытались сравнить положение светил с происходящим на Земле. Со временем им удалось вывести определённые закономерности связи космоса, природы и человека. К сожалению, в истории возникновения астрологии и сейчас много белых пятен. Создаётся впечатление, что существовала обширная система знаний, которые, к сожалению, были утрачены. Были созданы серьёзные календари с учётом астрономических показателей. Люди строили свои поселения с учётом уже солярной системы. То есть таким образом, как солнышко ходит у нас по кругу, вот так они строили свои и постройки. Причём они учитывали всю структуру зодиака. В Европу астрология пришла в начале первого века нашей эры. Посредниками были греческие философы. Они переводили труды персидских, вавилонских и египетских астрологов. На протяжении трёх веков астрологию признавали и почитали. Однако с падением Римской империи для астрологии начались трудные времена. И возродилась она лишь в XII веке. Один из самых влиятельных практикующих астрологов XIII века — Гвидо Банатти. Он был на службе у графа Гвидо де Монтефельтра, которому определял наилучшее время для военных походов. Считается, что астролог обеспечил графу массу побед. Однако с развитием общества и пополнением знаний в области астрономии, физики, химии и других наук от астрологии потребовалось подтверждение её научной обоснованности. Астрология — это ведь философия науки, поэтому рациональным путём её объяснить просто невозможно. И кто пытался из астрологов, из учёных дать определение астрологии рационально, ну, здесь и возникали вот эти вот противоречия. В конце XX века проснулся интерес к давно забытым знаниям в астрологии, в том числе к авистийской, которая строится на принципах добра и зла с неизменной победой света. Конечно, трудно говорить о том, будет ли признана астрология наукой, но интерес людей к ней не угасает. Алина Шалаханова каждый свой день начинает с чашки кофе и чтения гороскопа. Девушка не раз убеждалась в том, что звёзды подсказывают ей жизненный путь. Был такой случай, когда я утром проснулась, у меня не было, конечно, никакого настроения, но, естественно, по традиции я залезла на сайт, посмотрела гороскоп, и там он был очень радужный, очень прекрасный, и я не могла понять, почему. То есть настроение у меня плохое, а ждёт меня что-то хорошее. То есть, естественно, вот хотелось верить, что будет всё замечательно. И что вы думаете, мне привезли вечером собаку, и это было просто вау. Однако у некоторых интерес к астропрогнозам перерастает в зависимость. Как правило, она наступает у неуверенных в себе людей с заниженной самооценкой. Интересно, а как часто меньшане заглядывают в гороскоп? В астрологию не верю, и в астропрогнозы не заглядываю. Если хорошие прогнозы, то я, конечно же, верю. Если что-то написано, то, что мне не понравилось, я сразу такая, ой, ерунда, вся эта астрология твоя не нравится мне. Я вообще не верю, София верит. Иногда гороскоп совпадает. То, что слышала по радио, то происходит в жизни. Посмотрела на год гороскоп, который был, печатался в газете, и вы знаете 50%, которое сбылось. Если что-то хорошее, то как-то даже вот внушает силы какие-то, и хочется верить, что всё будет классно. Но если плохое, то как-то особо пытаюсь на это не обращать внимания. Мне когда-то гороскоп сказал, что мне девушка будет рак. Водный знак, ну, будем совпадать с характерами. Я очень рад, что сбылось, потому что девушка у меня чудесная. Некоторые психологи советуют читать гороскопы. Главное, чтобы они были положительные. Ведь тогда может сработать принцип самопрограммирования. Люди во что верят, то к себе и притягивают, к тому, в принципе, и стремятся. Человек способен сам себя программировать. Даже больше не то чтобы способен, а он подвержен самопрограммированию. Как бы долго учёные не спорили о правах астрологии называться наукой, она до сих пор существует и помогает многим идти по жизни. Главное – использовать астрологию с пользой, и тогда не так уж важно, в каком она статусе. Теплота и участие – наверное, это главное, чего не хватает человеку, и определённого ориентира. Так вот, астролог должен стать тем компасом, который даёт правильное направление человеку в жизни. Этим утром астрологические вопросы изучали Вероника Росинская, Анастасия Макеева, Андрей Иваненко и Михаил Потягов. Утро. Студия. Хорошего настроения.